у нас меньше мы с вами сегодня узнаем про динамическую память поподробнее я понимаю что вы уже одну пару лавы увидели но наверное она вас ужаснула даже за одну пару уж точно это не сделать но я вам скажу за 2 пары у меня сделал один человек из пбмф за 2 пары но он даже раньше он этого не знал раньше но значит тем не менее это такой нырок я бы сказал в чистый си особенно малый крикалок это прям вот прям такой ух и указатели адреса вот это вот возня особенно с двумерными массивами сейчас я поисту как раз по двумерной массивы тема сложная тонкая и интересная а как выделять память под двумерный массив это можно сделать несколькими способами и как это сделать лучше вот значит так вот вот про все это дело пообщаемся учитывая что у вас есть текст слабый я его знали читал я не буду сейчас все излагать вы обязательно как сказать интегрирует да обязательно и и сделайте пожалуйста это будет тяжело но потом сейчас мы ныряем потом вынырнем си плюс плюс в какой-то момент вот так будет непросто вот сейчас заныривание вот такой вот в чистый си а потом все будет легче и легче что вы скажете что си плюс плюс он почти как питон все нормально и тонка еще совсем вот как конфетка но работает уж очень медленно и в нем многие вещи в конце концов часто даже на питоне приходится вызывать функции си просто для того чтобы она выполнялась быстро и адекватно по ресурсам понятно поэтому тут никуда не деться вот си плюс плюс нужен но си плюс плюс хорош вот но немножко знать си надо и в частности вот эта возня с адресами и так поехали давайте с вами с динамической памяти начинаем возиться я начинаю динамические массивы сразу динамические массива итак есть новый стиль который хорош удобен и правильный через нью так и что значит динамический массив мы с вами в прошлый раз говорили что массива в си вообще-то и нет есть способ выделить память автоматически на стеке чтобы она потом автоматически освободилась и все динамический массив это что такое значит у меня если обычный массив я тебя даблский только буду делать чтобы отличать инк будет у меня тип счетчика размера а дабл будет содержимым итак дабл а вот например 100 чисел а вот классический автоматический выделяемый массив не динамический а само по себе как я уже говорил имеет тип конст дабл звездочка то есть сам а имеет тип константный адрес дабла конст дабл звездочка соответственно я могу сделать сейчас указатель дабл звездочка это имя переменной а вот прошу прощения это тип переменной а это имя переменной переменная адресного типа называется указатель она хранит адрес вот я в этот п могу положить например а конечно я могу туда положить и адрес и самого а адрес например пятого элемента а что у меня получится если вот так что сделаю то у меня получится что а указывает у меня на массив из 100 элементов а п это ячейка в которой лежит у меня адрес чего ячейки с индексом 5 шестой ячейки да ясно ясно можно можно но кстати еще да и более того я вам расшифровывал помните вот такую штучку что такое аиды это то же самое что разоминованный а плюс и то есть адрес а смещаем на и единиц вправо в смысле вперед по памяти да только не надо не байт а хранимых ячеек они же разного размера да дабл там 8 байт так вот она и ячеек сдвигаемся и разоминовым то есть достаем само содержимое этой гичи эта формула никуда не отменяется она вот так работает с двумерными будем сейчас песня значит так взяли так вот пользуясь этой формулой и подставляю ее вот сюда я понимаю что у меня получается что амперсант звездочка а плюс 5 простите пожалуйста амперсант звездочка обратные операции ну как возвести в квадрат и взять корень я беру адрес на разоминованного адреса но зачем мне это надо я могу это просто не писать правда просто не писать а плюс 5 правда то есть хочу адрес пятого элемента массива я имею полную правду а плюс 5 вот адресная альтметика в чистом виде вычислил понятно понятно да значит кстати между прочим указатели нельзя складывать на указатели можно вычитать по имену с а равно 5 естественно что можно вычитать только только те указатели которые указывают на единый участок памяти потому что память она же операционной системы выделит в том адресном пространстве тут а наш не обязаны непрерывные куски выделять поэтому вычитать можно только те указатели про которые мы точно знаем что они из одного сегмента выделенного вот разом в одном выделенном блоке но вообще не надо сильно вычитать короче но я оказывается могу туда и положить не обязательно статический адрес а сохранить в указателе п динамически выделенную память ну и это собственно делается при помощи например функции нью так как это сделать придется стереть и напишу сюда равно нью дабл а вот дальше возникает вопрос а я здесь выделяю сейчас вещественные числа я сейчас не на а ссылаюсь 1 ново создаваемую сколько вы если я вот так вот оставлю поставлю точку запятой то 1 если я поставлю круглые звуки то это между прочим гласная штука это выделение памяти под заданный тип да еще и с инициализацией я туда сразу еще и в пятерку причем учтите что это пятерка на самом деле вещественное 5.0 хотя кстати можно . 0 не писать просто . 5 . уже является константной плавающего тела так вот но смысл в том что я туда раз и загнал в значение сразу же создав новую ячейку классно ну такое там слово оно в лабе было подчеркнуто курсивом конструктор по умолчанию всего это вы не знаете пока рано узнаете чуть позже но реально будет как бы создано число вызван его конструктор и к нему засуну пятерчик брать потом будет подробно в общем но с одним числом жизнь еще не так сладка хотелось бы уметь создавать адрес на начало целого большущего губка вот в этом случае нас спасают квадратные скобки вместо этого пишем квадратные скобки а можно ли мы сразу туда напихать значение к сожалению нет вот в этом случае мы не можем сразу туда еще и значение напихать квадратные а потом в кругу что-то перечислять нет нельзя в этом случае все числа для которых вот эти ячейки будут созданы да вот эти вот ячейки они будут инициализированы некоторым значением по умолчанию ну нулём короче поехали так хорошо с нее мы с вами сейчас в принципе почти разобрались единственное что у нас возникло две формы без квадратных скобок и с квадратными скобками оказывается что этот способ выделить память обязательно должен сопровождаться освобождение памяти то есть вот здесь вот я могу пожалуйста пользоваться этим массивом например форм int k равно 0 k меньше 50 k плюс плюс и там что-нибудь с p с этим делать ну например pk ты равно чему-нибудь там k в квадрате k в квадрате ну так вот я просто бал беру и загоняю туда какие-то значения в общем эту память можно вполне себе инициализировать пользоваться сортировки что хочу делать а потом когда я ей попользовался освобождение так вот освобождение происходит при помощи оператора дли но есть некоторая тонкость если я выделял память с квадратными скобками освобождение должно обязательно происходить с квадратными скобками то есть вот эти квадратные скобки возле вот этого new означает что длит должно быть с квадратными скобками но при этом указывать размер не требуется то есть просто мы длит и просто пустые квадратные скобки рядом с ним пишем то есть этим самым мы даем ему понять языку что это не одно значение мы удаляем а массив а уж какой размер эта операционная система разберется сама но все что было выделено начиная с этого адреса оно все будет освобождено понятно а? да это просто синтакси самого оператора а теперь собственно что мы ему передаем передаем ему соответственно адрес который хранится в квадрате обратите внимание что длит не является вызовом функции так же как и new это оператор языка возвращает оператор длит ничего не возвращает а new возвращает тип ну собственно какой создавали длит он возвращает если ему длит он возвращает адрес дабла дабл звездочка понятно? ну и переменная должна быть соответствующей все понятно? а null str а? null str надо там ну какой null str сейчас не понимаю пока пока не будем так теперь маленькое интересное замечание маленькое интересное замечание есть такая штука как си структуры как си структуры раз уж я тут пробую new и delete я их тоже сейчас вам покажу си структуры это способ определить новый тип вот представьте себе так сейчас я буду писать а вот я буду не написать мне это сразу на экране так сейчас увидим сейчас увидим в прошлый раз си структуры так где в хуй в хуй в хуй так значит пользовательские структуры это способ создавать си структуры так в хуй в хуй и в хуй пайлик оказался испишем не не новый все Так видно? Сейчас еще одну вещь поставлю. Итак, что я хотел? Я хочу сейчас показать вам C структуру. Это объединение нескольких переменных под одной крышей. Например, я создам структуру под названием Student. Значит, эта структура, C структура, открывается, соответственно, словом Struct. Затем пишется ее имя, а затем внутри фигурных скобок перечисляются все составляющие. Значит, что у меня будет составляющими студента? Ну, во-первых, я ему введу сейчас его возраст. Это будет у меня некоторая переменная типа int 8b. Одного байта мне же хватит. Это его будет age. Так, что еще? У меня будет номер группы. Ну, номер группы в 1 байт не влезет, но зато в 2 байта, допустим, влезет. Так, 16t. Это у нас будет групп. Так, и что еще у меня у него будет? У меня у него будет соответственно std string name. Ну, между прочим, для этого мне требуется заклюзить string. Так, ну и у меня возникло... Так, сейчас одну секундочку со строкой как у меня. Я сейчас не буду париться, как там строка влезает. Я сейчас не буду в этом влезать. Ну, в общем, у меня получается следующее. Сейчас. std string сейчас мне создаст проблему, конечно. Даже не знаю. Я, честно сказать, упростил вот эту ситуацию. Ну, давайте пока оставим и посмотрим на эту проблему. волчью, если она возникнет. Значит, сейчас у меня есть такой новый тип student, который объединяет под одной крышей сразу несколько атрибутов, несколько слов. Теперь я могу создавать сразу же переменные типа студентов. Студент Вася. Вася, например. И студенту Васе я могу перечислить его параметры. Например, студенту Васе 17 лет. У него группа 649. И имя Василий. Ну, и я здесь загнал все ему значения прямо при создании. Вот так вот. Сейчас посмотрим, как он съест или нет. Или, может быть, я неправильно ему передаю. Сейчас посмотрим. По-моему, в фигурных скобках передавать. Так. Как там запускается? Жалуется. Значит, я таки не прав. Я напишу ему через фигурные скобки. Через фигурные скобочки. Жалко, у меня сообщение об ошибках не выдают. Нормально. Так. И результат. Ну, естественно, никакого результата. Пустое окно. Потому что я всего лишь создал и ничего не сделал с ним. Да? Ну, давайте попробуем сделать вывод. Так. Значит, что я сделаю? std.seout. Соответственно, Вася. Name. Да? Вася. Name. Да? Вася. Name. 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 Ну, как хорошо. Он еще и подсказывает мне, что там можно выводить. Ну, видите, у меня строка вылазит. Что я сделаю? Я сейчас возьму и в какой-то момент перенесу. Вот так вот. Перенес. И немножко выровняю. Вот так вот, что там продолжается у нас вывод. Правда, не знаю. Вот в C++ стиле при выводе в несколько строчек обычно делают вот так вот. Пишут так, чтобы эти операторы выравнивались. Не скажу, что это супер классная идея, но ничего не неплохо. Понятно? Так. Ладно. Значит, что? Запустить, показать, что это дело работает. И сразу же мы сможем попробовать сделать. А что мы видим? Видим, что кодировки расходятся, да? А какая они хорошая. Кодировка действительно в языке C++ плохо с кодировкой в отличие от Python. В Python используется UTF-8 для файлов, а в C++ используется, что попало. А вот какая операционная система, какая там основная кодировка, то есть в Linux, например, там UTF-8 будет, да? А в Windows Windows 1251 кодировка. А в консоли Windows там CP866, 866 кодировка. Из-за этого несовпадения возникает вот это вот дребеди. Потому что мы в исходный код пишем в одной кодировке, а наблюдаем результат в другой кодировке. Понятно? Вот. Что делать? В C++ сложно работать с русским текстом. Поэтому здесь я справлюсь с накопкой и напишу по адресу. Василий Иванов. Либо считывать из файлов, в котором это будет выйти в соответствующей кодировке, позже 100 окнов, которые мы будем вводить. Консоль. CP86 на 766. Или там, если это окошко винды, то это будет ее. Ладно. Короче. Смысл в чем, что сейчас я могу создавать разом, одним махом, сразу три переменные. Правда? И они удобно объединены под одной крышей. Ими удобно пользоваться. ВасяName, Вася Клич и Вася Гру. Так вот, смотрите. Почему я это дело в динамической памяти еще рассказываю? Дело в том, что я точно так же могу создать указатель на студента. П. Студор. Пой. Студор. Пой. Вначале, вообще, если я указатель не хочу сразу инициализировать, то мне надо вначале тогда указать нул ПТР. Ну, чтобы у меня хотя бы пустое значение было там, хотя бы определенное никуда, а не мусорное. Иначе не дай бог разоминуют. Нул ПТР тоже нежелательно разоминовать крайне, да? Да, по крайней мере, можно проверить, что он нул ПТР и не стать разоминовым. Так, двигаемся дальше. Теперь я, конечно же, могу по студенту положить значение указателя на Васю. При том, что у меня Вася может быть вполне не единственным студентом, может быть рядышком Маша. Маша, которая 18 лет, она из 649 группы, зовут ее Мария Васильева. Ну, так, например. Понятно? Так, раз, два и вот поистюна. Так вот, я могу указать раз, да, указатель на Васю, адрес Вася взять, или положить туда адрес Маши. Ну и, соответственно, при выводе, при выводе, я могу воспользоваться указателем, разоминовывая его каждый раз. Вот давайте, вот Вася, вот у меня Маша. А как мне вот сделать так, чтобы не писать каждый раз? Кто-нибудь подскажет? Мне сократить. Я каждый раз, видите, std, 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 std. Я сейчас еще копипаст сделаю. А? Нет. Кого юзер? Using Masha? Какой юзер? Я не про std сейчас. Я про то, что мне приходится про каждого студента писать две строки. А если я вот это сотру, то это вообще будет месиваться. Правда? Согласитесь, правда? Ну, а P? Как я буду пользоваться P? P нужно вначале разыменовать, а потом брать его точку. Правда? Я же вначале должен его разыменовать. А иначе, если я его не разыменую вначале, то будет P name, который надо разыменовать. То есть компилятор мне не поймет. Он скажет, извините, у P нет точка name. P это указатель. Поэтому нужно обязательно указатель вначале в скобках разыменовать, а потом брать его отрифт. Понятно? Впрочем, есть альтернативный способ. Можно на доступе? Секундочку. Смотрите. Вместо того, чтобы писать звездочка P точка name, вот так вот, я могу использовать следующую сокращенную запись. P минус больше name. На что похоже минус больше? На стрелочку неправо. То есть мы рисуем стрелочку двумя символами. У нас получается, что мы добываем name, а стрелочка символизирует, что при этом P является указатель. По указателю P name. Понятно? То есть если бы это был просто студент, то у Вася, я там просто делаю точка name. А если бы у меня это указатель, то для него стрелочка name. И тогда не приходится скобка, звездочка, имя указателя, скобка, точка. Понятно? Очень удобно. Так. То есть я сейчас это делаю, естественно, я показал один раз, а теперь я переделаю P стрелочка name. Соответственно, здесь P стрелочка H, и здесь, соответственно, P стрелочка G. Вопрос. Внимание, вопрос. Все-таки, ну как же мне вот это упростить? Как мне вот эти шесть строчек, да еще и месиво? Согласитесь. Ведь я каждый раз хочу студента выводить на экран совершенно одинаково. Внутри структуры определить какую нибудь. Это будет класс. Подождем. До класса чуть-чуть дорасти осталось. Чуть-чуть. Подождитесь. Простой способ. Функцию создать. Правда? Вот я создал структуру. Вот я и сделаю student print. Функция пусть будет войдовая. Student print. Да? Да? И этой функции я буду, соответственно, передавать структуру типа student. Student некий x. Да? Я здесь опишу только заголовок. То есть я опишу только описание ее. А вот здесь вот. Прошу прощения. Да. Описание. А здесь определение. В языке C++, в отличие от Python, можно сделать отдельное описание, которое не содержит тело функции. И даже принято так делать. То есть у меня есть функция main. Да? Над функцией main у меня находится описание функций короткие, в котором точка с запятой следует. А после функции main внизу это определение функции, которое дублирует заголовок функции, то есть сигнатуру ее. То есть ее имя и список параметров с типами. Они должны совпадать. Так? Возвращаемся. Так вот. Так вот. Я сейчас создам функцию student print, в которую, собственно, запишу что? В которую я запишу, собственно, нечто вот подобное. Student print. Да? Вот так вот. Только не p, а x. Ну и еще. Здесь я, видите, собрался передавать саму структуру student, да? Значит, тогда придется через точку обращаться. x.n. Но зато, как только я создам вот такую функцию, у меня возникает универсальность вывода на экран каждого студента. Я буду вместо того, чтобы это дело вот так вот выводить, я буду говорить просто student print, student print Вася, да? Супер. Student print Маша и student print АП как мне туда нанесу? Звездочка П. Ну разуминовано. Звездочка П. Однако, есть, это сработает сейчас. Это сработает. Показываю. Эй! О! Что-то он там выводит не то. Что-то он там не то выводит. 649, да, а возраст непонятно как. Знаете почему? Потому что он int 8t пытается вывести как символ. Ну, как чар. Чар же однобайтовый, да? Он думает, что int 8 это чар. Ну, давайте его обманем, скажем ему, что вот этот товарищ это int. Ну, то есть, когда я храню, я его храню в одним байтом, а при выводе я его говорю, что это int. Да? Так, окей. Ну, и еще, что я заметил при выводе сейчас, то, что у меня пробелов не хватает. Он у меня сейчас сплошняком числа все вываливает. Ну, вот, если бы это было у меня в трех, в шести строчках написано, каждую print отдельно, то мне сейчас пришлось бы подправлять в каждой строке все эти шесть строк. А так я вот внутри функции пишу тут чуть-чуть дополнительных проверочек. Да и все, вот, пожалуйста. Всегда повторную функциональность надо оформлять в виде функции, чтобы у вас не возникало сложных потом устранения ошибок. Хорошо? Вопрос. Да. Можно ли было объявить эту функцию внутри структуры? Можно ли было объявить эту функцию? Это классы. Про них потом. То есть, это уже будет класс считаться? Потом расскажу. Ну, не торопитесь сами. Пока что мы должны научиться просто работать с си структурой. Вот как есть. Вот такая структура и все. А вот функция, которая ей пользуются. Ее принимает и пожалуйста. Что не совсем хорошо. Дело в том, что у меня вот здесь вот создается локальная си структура, которая изменяемая. То есть, у меня выделяется новая память под нового студента. Вот здесь вот. При вызове функции. В которого копируется информация о том, зачем. Вариант решения номер один. Я могу сделать, передавать туда указательно. Указательно. Тогда я здесь звездочку убираю. Тут пишу амперсанды. Соответственно, я передаю указатель. Все по-прежнему работает. Но у меня не создают. Сейчас, смотри. Что-то тебе не нравится. А, не совпадают, прошу прощения, сигнатуры. Он смотрит на сигнатуру, а там. Не стюдно, да стюдно звездочка. Да, ну естественно, что раз у меня изменилось, то мне тут придется стрелочке. Я теперь указатель, да? А его надо разыменовывать. То есть, я создаю копию, только создаю отдельный указатель, в который копирую адрес той структуры, которая будет у меня там. Да? Ясно? То есть, сама си структура, вот эта содержащая много переменок, она может быть большой, слишком большой. И копирование ее может занимать продолжительное время. А я всего лишь функцию для нее распечатки называю. Понимаете? Зачем мне создавать ее дубликат? Не надо. Так вот, первый вариант. Передавать, указать. Тогда, что произойдет? Я изнутри функции смогу случайно поменять что-нибудь. Понимаете? То есть, вот сейчас все в порядке, все работает. Да? Но обратите внимание, Васю Иванову, поскольку постюдно указывает, она тоже на Васю. Так он у меня выводит на него вот так, да? Выводит тоже Васю. А теперь смотрите. Вот я возьму и в Student Print какой-нибудь нерадивый программист возьмет и впишет, ну как-нибудь случайно условно, возьмет и x group плюс-плюс напишет. Что у меня получится? У меня получится, что… А сейчас вот точку. Почему группа выросла? Группа x group плюс-плюс… А, я на возраст посмотрел, а группа выросла. Видите, 650-я группа у Васи Иванова? Обратите внимание. Вот она. Группа 650. То есть у меня функция, которая принимает указатель, она дешево обходится с точки зрения накладных расходов при принятии структуры внутрь, но зато она может случайно покорявать данные. Есть сишный способ защититься от этого, а именно декларировать константность этого указателя, тогда я, это константный не столько сам указатель, сколько то, что по указателю. Таким образом я, что сделаю, что при попытке изменить компилятор будет бить по руках, ведь программист, который захочет случайно ли, допустим, да, или захочет изменить содержимое переменной, которое по указателю, но константному сюда передается, он получит по руках, где оно не скомпилируется. Понятно? Ранее обнаружение ошибок возникает. Но оказывается, что есть еще один способ, зачем мне писать сюда указатель и каждый раз писать стрелочку, стрелочку, я могу воспользоваться константной ссылкой. Это еще лучше, чем константный указатель. Ну, по крайней мере, для данного случая, мне указатель явно-то, видимо, не наш. В этом конст студент амперсант. Здорово? Понятно, что происходит? Это постоянно разыменован указатель. Только теперь, да, естественно, я туда всовываю сами значения, да, на самом деле при этом значении передается по ссылке, а не по значению. Но вот, нет, вот они передают, а указатель я разыменовываю, но на самом деле все равно ссылка будет указывать туда же, туда указатель. То есть, опять, у дубликата возникать не будет. Причем за попытку изменения по-прежнему я буду получать по башке, потому что это константная ссылка. А, прошу прощения, я забыл вот здесь вот поправить в прототипе, в ее описании. Тоже, видите, я получаю по башке, как только я это комментирую, у меня все сразу запускается и красиво выводит на экран. Понятно? Ну и еще, такие структуры можно вполне запихивать в массив. То есть, я не только могу просто сослаться этим указателем, я, во-первых, могу создать нового студента. Да, то есть, вот у меня, давайте, создадим еще одного студента. Так, я лучше сделаю сейчас Ctrl-T, это, нового файла. Ctrl-Shift-A. Экрану не очень хорошо. Обесили. Бывает. Слава богу, быстро зарокся обратно. Я создам сейчас ЛЕК-4, как забыл, два. Так, импримей. Я сейчас, что сделаю? Я сейчас тут чуть-чуть повыкину текста. TuneInPrint я оставлю. Значит так, и что я сделаю? Я сейчас создам студента в динамической памяти. Да, я не буду нового ПТР. Я сразу создам нового студента. New student. New student. И туда ему, этому студенту, интересно, кстати, съезд он или нет, значение. Если я туда его ввожу, 17, допустим, 649 и 275. Сейчас посмотрим. Я совсем не уверен, что он съест. Может съест, а может нет. Ну как? Не, не ест. Ну что ж, видите, не получается. Хотелось бы, конечно. Ну прям хотелось бы, да? Прямо взять ему и сунду значение примерно так же, как это было, когда он был автоматический. Ну ничего страшного. Ладно. Нехай себе будет просто New student, а я ему тогда вынужден буду засунуть все эти значения в этому ПТР вручную. ПТР вначале равно 17. По студент стрелочка групп равно 649. Так и по студент стрелочка name равно 8. Пожалуйста, можно создать. Инициализировать вот так. Так вот, по элементам, по атрибутам. Ну и он сейчас должен вывести. Пожалуйста, Вася Иванов, 17, 6, 40. Работает. Все понятно, что происходит? А как описывать все структуры? Понятно? Хорошо. Значит, и еще теперь такой момент. Оказывается, из этих структур можно создавать целые массивы. И я могу выделить массив, вот как я вот сейчас выделял для дабла, вот так я могу создать массив из, давайте, сколько? 10 студентов. Из 10 студентов. Ну и соответственно, что я сейчас сделаю? Только единственное, что смотрите, у меня какая проблема? Я, создавая массив, а, нет, пока нет проблем никакого. Я должен буду сейчас работать с Итем студентом. Так, давайте только единственное, что я вызову теперь. А, так, сейчас, секундочку, опять нужно было сохранить тот пример, который был. Сохранить как есть. Так. Лучше больше файлов порадить, да, чем что-нибудь пропустить. Так, значит, и теперь мы с вами создадим массивчик студентов. И заполним им всем возраста и группу. Группу и возраст у них у всех будут одинаковые. А имена, а, не знаю, а имена как раз. Пусть у них группы будут разные. А имена одинаковые. Ну, потому что иначе будет сложно. Итак, что я сделаю сейчас? For. Прошу прощения, я забыл, что я хочу обрешать. Какое-то количество этих студентов. Допустим, 10. Кстати, мне сейчас вот эта десятка, которую я же сам пишу, сейчас она мне не понравится. Сейчас я ее убью. Ну, вот что я делаю. Имя k равно 0. k меньше, чем 10. k плюс плюс. Так, и что я буду делать? Я буду сейчас заполнять этих самых студентов, соответственно, и k. Обратите внимание на то, что в этом случае мне не надо будет разименовывать. Я pk.h. Потому что квадратные скобки уже являются сдвигом адресом, с разименованием. Поэтому у меня здесь будет через точку. То есть, student cut и точка group. То есть, в каком-то смысле с динамическим массивом легче даже работать, чем просто с указателем. Квадратные скобки рулят. Раз и все. Так, ну что же. Значит, у меня сейчас у них у всех одинаково. А я буду делать какой? Группа. Давайте 600 плюс катая. 600 плюс катая группа. Так, ну и их же в цикле этих студентов что-нибудь с ними сделаем. Ну, например, выберем их на экран. Student friend. Соответственно, кого? Pstudent катого. Даже не знаю. В этом случае мне не хочется называть Pstudent. Давайте его лучше A назовем. Давно надо было так сделать. Или давайте как я назову это дело? My group. Так будет лучше. Супер. My group катый. H. My group катый. Ой, что-то странно. Я же в группу их объединю. Да, у тебя лучше возраст будет. 17 плюс k. А группа у всех будет одинаково. 643. И все будут Васи Ивановны. Ну, можно и с клавиатуры поплатить, конечно, имена. То есть, вместо этого я могу не Васи Ивановны задавать, а вот здесь вот каждый раз ожидать ввода с клавиатуры. СТД. Это тоже имеет сейчас некоторое значение, почему я так делаю. Окей. Ну, я там жду имя студента. Сейчас будем имена им вводить с клавиатуры. Поехали. Student print. Я решил этот массив назвать My group. Катый. Супер. Поехали. Баба. Ну, поехали. Надо имена вводить. А. В. С. Д. Е. Ф. Ж. H. А тут назову Васи Иванов. Васи Иванов и роботов. Ой, ты ж, елки-палки, оказалось, там еще два. Но он разорвал на отдельные. Хорошо. Вася отдельный, воно пойдет. Значит, что я вижу? Что все в целом классно. Действительно, структуру тоже можно пихать в массив. Замечательно. Что меня не устраивает? Память не чистит. А? Память не чистит. Во-первых, не чистит память. Ну, это винда. Я под винду его не запущу. Но я действительно не почистил память. Так, раз, еще. Ну, вот я долго вводил. А у меня всегда 10 студентов. Меня не очень-то устраивает вот эта штука. Вот эта штука. Вот эта штука. Вот эта штука. Это магическая константа. Вот я сейчас захочу сделать 5 студентов. Мне придется по всему тексту бегать и изменять 10 на 5. Даже если это реально константа, ее нужно... Magic number. Kill magic number. Сделайте именованные константы. То есть, например, group max size. Например. Например, да? И вынести его на тот уровень, где эта константа должна быть видимой. Ну, вот, например, в данном случае я считаю, что group max size – это какая-то константа, которую я поднимаю на верхний уровень. Я говорю const int group max size равно... И, пожалуйста, я прописываю сюда хоть ту же самую десятку, но вместо магического числа теперь у меня везде в тексте программы возникает именованная константа. Это очень полезно. Крайне полезно. Потому что теперь я везде вижу, фактически, фактически везде вижу, что значит это десятка. Понимаете? И автозамена десятки на пятерку, она может привести к непоправимым последствиям. Не дай бог где-нибудь еще встречается число 10, которое означает что-то другое. Именованные константы создают автодокументирующийся код. То есть я читаю, и мне понятно, что k перебирается от нуля до group max size не включительно. Классно? Учите английский. Пишите программу с длинными, ясными идентификаторами. У вас будет самодокументирующийся код. Никаких комментариев не потребуется. Комментарии должны быть излишними. Так, ну что же, значит, я показал, что можно делать. Как называется? Массив структур, а вот сейчас будет просто песня, ребята. Сейчас будет просто песня. Но перед тем, как начнется песня, надо. Итак, мы сейчас с вами разберемся с двумерными массивами. С двумерными массивами, как они устроены, как их передавать внутрь функции. И, о, самое страшное, как массив из функции возвращать. А как вообще массив передавать? Даже одноверно. Ну-ка, вот я создал себе внутрь функции мы, я создал себе какой-нибудь массивчик. И как мне его передать внутрь функции, которая будет возводить элементы в квадрат? Пробегаться по элементам, возводить их в квадрат. Да? Я называю ее square. Square. Квадратик. Я хочу ей передать А. Я хочу, чтобы она реально изменяла этот же самый массив. Да? Ну, вообще, я бы сказал как-то, если бы это был функциональный стил, я бы сказал так. А равно square от А. Но я знаю, что присваивать в А нельзя. Правда? То есть, если бы это был питон, например, или какой-нибудь там функциональный язык, я бы ожидал вот так. То есть, она возводит, сейчас секундочку, я пропустил букву, square. Square. Так вот. Там это было бы выглядело так. Но я же знаю, что в имя массива присваивать точно нельзя. Это константный адрес. Правда? Так. Выкинули. А хотя бы вот так, процедурно. Могу ли я передать туда? Ведь А, это как раз адрес сначала. Да, ответ могу. А как я его буду принимать внутри функции? Сейчас неважно, как там выводится. То есть, как внутри функции я его буду принимать? Ну, это функция, как видите, войновая. Она ничего не возвращает. Да? Войт. Square. Значит, что мне написать в качестве принимаемого типа? Два варианта. Равносильно. Вариант надо раздеть. Первое. Инт звездочка. Кстати, как я его тут назову, неважно, да? Потому что это формальное, имя формального параметра. Понимаете? Б. Ну, и я сейчас ради сокращения письма на доске прямо тут тело напишу. Без объявления и описания. Я же не могу тут купипастик потом. И сдвинуть наверх вот эту штуку. Короче, войт. Square. Инт звездочка. Б. Это первый вариант. И здесь, поскольку у меня, бы являясь указателем, уже, правда, не константным, но меня это устраивает. Я могу менять то, что по этому указателю лежит. Пожалуйста. То есть, что я могу сделать? Пробежаться по всем элементам. k от нуля. k меньше. Простите, магическое число 5. Не буду здесь писать. k плюс плюс. И, соответственно, bк равно bк умножить на bк. А вообще его надо было бы передавать? А? Вообще надо было бы 5 передавать. По-хорошему, да. Его надо бы передавать. b вот сюда. Вот, запятая size. Ну, в смысле 5. Вот здесь вот. А там я его, например, приму как запятая int b size. И тогда, пожалуйста, я могу вот здесь вот писать его как параметр. k меньше, чем b size. Так лучше, да. Так намного лучше. Действительно, внутри функции я понятия не имею, какова длина массива. То есть, если тут я хотя бы еще подглянуть на могу, то вот тут вот знать не знаю. И функции, например, приводится явным образом передавать размер массива. Другого способа у нее нет узнать, какой у него районный. Понятно? Как функции вернуть массив? А никак. Массив нельзя вернуть. Можно только изменить содержимое массива по адресу. Правда, есть еще такая возможность. Я могу вернуть адрес массива, который я выделю в памяти прямо внутри функции. Но это плохая идея. Тогда функция получится как бы генерирующий новый массив. Понимаете? Да, динамический. В динамической памяти. А тот, кто принял его, может забыть его очистить. Поэтому функция, которая выделяет динамическую память, она прямо своим названием должна громко кричать. Я выделяю динамическую память. В качестве антипримера могу сказать, что есть такая функция в стандартной библиотеке. Она дублирует строку. Си строка – это массив чаров. Никогда ее не пользуетесь. Вот есть такие штуки, как чар С100. Я вас умоляю, не пользуйтесь никогда такими си строками. Я про них еще расскажу отдельно. Это жесть. Вот. Большая. Значит, так вот. Есть такая функция стрдуп. Стрдуп. Вот скажите, у вас возникает ощущение, вы ей засовываете строку, а она вам выдает ее копию. С2 равно. У вас возникает ощущение, что какая-то проблема с этой функцией? Да. Да нет, у меня нет строк дуп, она дублирует строку. А строка – это массив, а она возвращает адрес на выделенную память, она ее там внутри молочит, а потом обязательно, поскольку она не new это делает, а молоком. Делать при S2 после того, как мы попользовали дубликатом строки. Ясно? А как я об этом могу догадаться? Только, знаете, залезть глубоко в хелп, и там вычитать. Поэтому, вот даже в самой стандартной библиотеке у чистого Си, вы знаете, там немножко бардак. Си, он очень давно живет, 72-й год. Не, ну мои родители, конечно, раньше родились. Ваши родители могли в плане как раз в проекте этого года родиться. Вот язык Си, он старенький. И там, а, и он еще обратно совместимый. То есть он все поддерживает, то есть все развивается. Все это вот. А вот в Си плюс плюс он достаточно свеженький, и его стандартная библиотека намного чище. Она логичнее построена. Кроме того, там, вот если вы будете пользоваться стандартными строками, но про это потом. По строке потом. Значит, я вам сейчас рассказываю о передаче внутрь функции массива, и возвратность функции невозможного. То есть меняем на месте. То есть лучше всегда так. Выдели память под возвращаемый массив. Тут передай адрес этого второго массива, который надо заполнить, например. То есть если я хочу сделать функцию, которая копирует из массива массив. массива 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 по указателю b, и соответственно, инт, соответственно, сайз. И я что буду делать? Я буду х меньше, чем сайз. Я копирую в b содержимое а. Понятно? А память, уж если я хочу создать себе копию, то я должен что сделать? Я в сквере копию. Копию. Вот. Что я должен буду сделать? Я создаю сам эту память, как считаю нужным. Хоть инт, там, звездочка, b равно, u, инт 5. Как угодно. А функция, она желательно не должна выделять память, или, скажем так, сама же выделяется, сама же освобождает. Так. Вы ко мне? Сетеринка или дальше? А? Без тирания доски. Спасибо. Я все равно не откажусь на свете. Так. Значит, с этим. Ин звездочка. И ей, соответственно, передаем этой функции копия, соответственно, на а. запятая b, запятая d. Ну, в общем, в любом случае, вы заметили, что я передаю массив просто именем, а на самом деле принимаю указатель. А теперь внимание. Я сейчас перемещусь в исходный текст и повалю его там. Потому что все это слишком просто, хотя можно было сразу все равно так вести. Но вот сейчас будет интересно двумерный массив и передача его внутрь функции. А мне нужно было бы еще рассказать что-то про их устройство. Но давайте вначале прямо увидим, как оно сработало. так, он превышает s, leg4, x4. Итак, я сейчас создаю некую функцию, которая по идее делает тот же square, тот же square сейчас напишем, но только для двумерного массива. Воид, square, он должен принять двумерный массив, пусть с именем A, допустим, double, соответственно, A, и я создам его стандартным способом. Какого размера? Давайте небольшого. 3 на 4. Три строки, в каждой строке по 4 лимитра. Нормально? Нормально. Что я сделаю? Я сейчас его заполню. Цикл умноженный, форм, соответственно, там k равно 0, k меньше, чем 3 строки, k плюс, умноженный цикл. Соответственно, for, я забыл там создать, for int k. int j равно 0, j меньше, чем 4, j супер. И я заполняю, соответственно, значениями. A, k больше, j равно, что мы тут добавим? Давайте сделать так. 1 плюс k умноженное на 4 плюс j. Для чего? А что по порядку? 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Да? Понятно нужно? Да? Теперь, этот, скверер и распечатыватель. А, кстати, да, давайте даже до скверера. Мне в первом понадобится распечатыватель. Воиды. Принтер. Да? Принтер. Что я должен сделать в этом фокусе? Я сейчас ради экономии, опять же, не буду писать объявление описания, я прямо тут буду писать. Так, ну скверер даже, ну, его пока... Пока, может, и убрать. Давайте, ладно, я пока его вот так вот оставлю себе. Принтер опишем. Какого типа... А, я предполагаю, что я буду пользоваться следующим образом. Принтер. А, и он должен распечатываться. Ну, логично. Правильно? Правильно. Поехали. Какого типа? Итак, внимание, смотрите. Первое. Я должен... А там внутри понятно, что происходит. Я тоже сразу напишу. Готовую конструкцию. Что я делаю? Вот здесь, вот я делаю сяу. Сдэ сяу. А, соответственно, каждый житый, да, и касая Т, символ тумуляции. А на каждой строке я делаю, соответственно, дополнительный вывод с этого, перевода каретки. Ну, логично. Все понятно. Да, я именно так хочу пользоваться. Какой тип мне тут надо написать? Смотрите. А, я забыл сказать альтернативный вариант для функции для одного одномерного массива. Можно звездочку написать, а можно было квадратные скобки вот такие пустые. После имени. А в данном случае я должен буду написать две квадратные скобки пустые. Причем во второй обязательно указать это константный размер ширины строки, то есть количество элементов в строке. И вот эта четверочка должна быть константной уровня компиляции. То есть как раз высота может быть параметром в азии. А вот эта штука обязательно должна быть. Магия, да? Непонятно почему. Сейчас. Выберем очко. Что я? Не так же. Ах, больно, что я могу даже не забыть ошибку. Так. По идее должен писать. А вот я не знаю, как он его когда-то у меня спрятался. Я еще не знаю, как его добудет обратно. Сделал себе презентейшн моды такой вот. Если бы это еще было презентейшн. Ладно. Сейчас нагласно иду ошибку еще раз. Покажись. Принтер А. Я ему передаю А. А, точки с запятой не хватает. Все. Я смотрю, ошибки быть не должны. Так. Ну и тадам. Вот он. 1, 2, 3, 4. Все, как я предсказывал. Теперь внимание. Еще раз посмотрите на то, как это передается в новой функции. Какой тип у двумерного массива при передаче. Причем, не дай бог, мне вот тут не написать. Вот я убираю. Все. Он мне сейчас будет тыкать сюда ошибку. Простите, я сейчас не могу вам показать, какая ошибка. Тогда можете у себя посмотреть. Но у двумерного массива, который туда передается, обязательно указание ширины. А теперь показываю, почему вот эта фигня возникла. О, как же и не успеет. Еще чуть-чуть должно будет успеть рассказать. Если успеет. Значит, двумерные массивы есть двух видов. Первый вариант. Следующий. Они такие массивы не обязательно статические или автоматические. Они могут быть и динамические, вот такие. Но их труднее такими создать. Их обычно называют автоматические или статические. А те будут называть динамические. Понятно? Статические. Статические автоматические. Автоматические. Динамерные массивы. В этом случае у нас имя массива является адресом начала массива. И вот у меня пошла нулевая строка. Вот у меня первый элемент. Второй. Третий. Четвертый. А дальше у меня массив представляет себе единую область памяти для всех элементов. То есть они реально так в памяти хранятся. А дальше пятый элемент. Но я чисто для визуализации их тут разрежу. И вот так нарисую. То есть на самом деле этот пятый, шестой, седьмой, восьмой, они продолжаются как единые подряд идущие ячейки памяти. То есть как линейный массив, но воспринимаемый как двунерка. Понятно? 9, 10, 11, 12. Вопрос. Как интерпретировать тогда А и Т житый? Оказывается, что когда мы пишем А и Т житый, Когда я пишу А и Т житый, то капиллятор интерпретирует это следующим образом. Он говорит, это значит, что я должен разыменовать собственно ячейку по адресу А плюс, так, а вот теперь вычисляем адрес. Плюс номер строки, умноженный на ширину строки. Какая? А какая она, эта ширина строки? Ну, 4 у меня в данном случае, да? Плюс житый. То есть вы видите, что оказывается компилятору требуется для вычисления всего лишь добывания и того житого элемента, требуется знать длину строки. А знать ее требуется в момент компиляции. Потому что у нас вот эти инструкции будут скомпилированы. А как и житый, вот там, да? Они будут скомпилированы. И функция будет конкретная из конкретных машинных инструкций. Понимаете? То есть если я сюда впихну какой-то дополнительный параметр, запятая with, запятая hate, фигня, мне это не поможет. Какая есть альтернатива? Есть альтернатива вместо двумерных массивов всегда пользоваться одномерным. Всегда пользоваться вместо двумерных одномерным. И вместо а и того житого самому всегда брать и писать а от, соответственно, и умноженная на ширина, где будет ваша переменная. Плюс, ну, я в программе писал, ну, ладно, здесь я уж и пишу, значит, я здесь тоже и пишу. Ну, там я везде К писал, знаете, КЖ, КЖ. Потому что И, она такая плохая, незаметная переменная, ей лучше маленькой И никогда не пользоваться. Она путается с единичкой, с буковкой Л в большинстве шрифтов. К умножить на ширина в плюс, соответственно, на жит. Увидели? То есть я могу это дело сам отказаться от двумерных массивов. Тогда мне проще будет. Главное, самому не забыть, что, а, это не одномерно, а двумерно. Понятно? Линеаризация двумерного массива. Можно вопрос? А двумерный тогда делал вообще? А где тогда вообще можно двумерный использовать? Где именно смысл его использовать? А есть, сейчас я вам покажу, как сделать все-таки динамический, примерно, массив, чтобы и ширина, и высота были произвольными. Мы в момент выполнения программы узнали ширину, узнали высоту и создали. Вот, оказывается, это то, что обычно называют динамические двумерные массивы. 2D массива. А теперь смотри, я подведу к ним относительно плавно, если могу. Значит, что у меня из себя такое представляет? В этом случае, а, у меня является указателем... Кстати, я чуть-чуть другую зерочку буду рисовать. Это указатель на... Что? На массив указателей... На массив указателей. Каждый из которых указывает на массив элементов динамический. На строку. Понятно? А дальше возникают всякие вариации. Возникает вопрос, а эти строки откуда берутся? Вот эти вот массивы строк этой матрицы. Первый вариант. Я могу их выделять в памяти по отдельности. Несколько нею сделать. Итак, да, и более того, еще интересный момент. Вот этот указатель получается кто? Это указатель на указатель на тот тип, который там будет. Я договорился, что это будут даблы, поэтому будет у меня это даблы. То есть я что делаю? На экран. Простите, со скверером я уж не буду доделывать. Сохраним пример, как было. Так. Сшит S Лек 4 X5 Так, поехали. Принтер мне как раз пригодится, только будет другой тип сюда передаваться. Значит, я буду передавать туда звездочка-звездочка. И явным образом, собственно, B и H. Так. Соответственно, я по высоте пробегаюсь. G пробегается по ширине. И я буду вот так вот, А как и G печатать. Вот такая моя мечта. Значит, теперь смотрите, как я буду создавать. Создание и выделение памяти. Вот я делаю. Да, был звездочка-звездочка-А. Вообще принято создать указатель. Ну, в ПТР-звездочка. Ну, в любом случае, что я сейчас должен сделать? В первую очередь, я хочу положить туда А адрес начала массива указателей. Поэтому я создам дабл-звездочка-массив при помощи Нью. То есть, я дабл-звездочка сейчас создам сколько? Ну, я 3 сейчас, наверное, буду делать. Ну, хотя, опять же, я могу вполне создать здесь рядышком width и height. Да, то есть, парочку переменных. Width равно 3. Да, height. О, прошу прощения, ширина как раз 4. Weight равно 3. Высота 3. А там я их правильно использую? Да, там я правильно использую. Единственное, что видите, я вначале пишу ширину, потом высоту, а когда я указываю массив, то там я обычно наоборот как раз. Давайте и здесь я переставлю тоже, чтобы была высота, ширина вначале. Так, окей. Значит, ну, а здесь можно и оставить, прижимаю. Хорошо. Значит, я создал это, это. Именованные уже, они вообще переменные, между прочим. Можно было с клавиатурой запросить. Но я не буду сейчас это делать. Да, но тем не менее, кстати, я вот здесь вот тоже при генерации. Ка меньше, чем хэй. Да, а здесь, соответственно, вы. Так, окей. Заполняю массивчик. Значит, и распечатываю. Так, чего мне не хватает для жизни? Все. А, я же не выделил память. Я же не выделил память. Я, кстати, так и не починил утечку. Но я не буду там, я вот тут. Хотя нет, сейчас встал. То есть вы выделили, программа закрылась, а она в оперативке до сих пор сидит? Нет. Когда программа закрывается, то все ее ресурсы автоматически... Так, ладно. То есть что я делаю? Я выделяю сейчас массив указателей ширины, сколько? Хэйт. То есть у меня этих указателей будет столько, сколько строк. Понятно? То есть высота. А теперь мне требуется выделить память от, собственно, элемента строк. Вот классический пример, который рассказывает, выглядит следующим образом. К от нуля до по всей высоте. Для каждого этого вот... Для каждого элемента массива указателей я по отдельности выделяю память. А именно, я говорю, А к этому, кладем в нее дабл, размером будет... Да? Вот так. И вам, наверное, так и показывали. Вот этот вариант видели в ладе. Ну, кто дошел к этому месту, тот, кто это видел. А освобождение будет таким образом происходить? Вначале я пробегаюсь по К меньше, чем Хэйт, по массиву указателей. Я чищу его, делит с квадратными скобками, кого А, К, Т. Так, и после этого сам указатель А тоже очищаем. Понятно? То есть очистка памяти происходит так. А, кстати, принтер, я не туда... Ошибка была бы сейчас с сегментацией. Ну, давай покажу, да? Вот это вот после уже я инициализировал, очистил, а потом печатал. Ну, уже все. Там уже ничего не получится. Память уже отдана обратно. Он скажет, вот здесь вот сегментation fold. Правда, сейчас, в данном случае, что-то он жалует... А, он жалует, что принтеру не дали по этой ошибке компиляции. Пока что. Что это? Хэйт вначале передаю. И вы. Сейчас ошибка компиляции пропадет, зато будет сегментation fold. Почему-то нет. Я уже не знаю. Почему нет? Я уже не знаю. Это очистка. Должен быть сегментation fold. Обязано. Я не понимаю, почему мы не вылетаем сегментation fold. Может быть, из режима дебагинга, еще чего-то. Ну, не должно быть. Ну, вы, по крайней мере, видите, что там фигня какая-то, мусорок валяется. По крайней мусорок валяется. По крайней мусорок валяется. Ну, вообще, это очень странно. Ну, а вот так вот все равно. Ну, вообще, должен, должен рубить оперативную степень. По крайней мусорок валяется. По крайней мусорок валяется. Короче, вы теперь видите, что вот так вот я просто передаю указатель на указатель. А давайте теперь расшифровать. Значит, получается, что если для статических, автоматических, у меня вот так происходило добывание элемента, да, то есть вычисляем его индекс, а реально массив является линейным в памяти, то тут, понятно, ни о какой линейности в памяти речи нет. Это каждый кусок, каждая строка выделяется отдельным new. Ну, или молоком, если. Ну, молоком, колоком лучше не пользуйтесь. Вот в лаве один раз делайте, и все. Ну, их нафиг. Они очень неудобны, они возвращают значение неопределенного типа, будет звездочка, указатель, это не понятно что. Его еще нужно типизировать, вот эти круглые скобки, с указанием конкретного типа указателя. Лишнее. Значит так, возвращаясь к... Как интерпретируется А, К, Д, Ж, И в этом случае? Очень забавно. Смотрите. Ну, первое. В этом случае можно смело поставить круглые скобки, и все будет по-прежнему работать. Что такое А, К, Ты? А, К, Ты это А со смещением К разыминованный. Понятно? Ясно? А что такое А, К, Ты, Ж, Ты? Что это такое? Это разыминованный адрес, то есть если я разыминую, то что это будет? Это будет фактически К, Т, А, Т, А, Т, Правда? То есть это А, К, Ты, но со смещением Ж и разыминованный. То есть А плюс К разыминованный, да, и со смещением Ж разыминованный. То есть вот это вот подразумевает двойное разыминование с двойной адресной аритметикой. Понятно? А, К, Ты, это я добываю К, Ты, указатель отсюда. И прохожу, соответственно, по этому К, указателю и сразу шагаю на житую позицию туда. А теперь маленькая фишка. Проблема в том, что много Нью тоже плохо. Много Нью плохо. Почему? Представьте себе, государство может выдавать землю. Аккуратовая система, государство, имеющее ресурсы, и она эти ресурсы благодушно дает. Либеральный очень государство. Но запрос государству. Государство дает землю. На. Но скорость реакции системного вызова очень медленная. Лучше один раз попросить сразу много мегабайт памяти, чем просить их по 10 байт в одной строчке. Как бы нам оптимизировать запрос к памяти? Оказывается, можно очень просто поступить. Смотрите. Можно хапнуть сразу непрерывный кусок памяти. Вот непрерывный. Так же, как это было там. А адреса просто, как сказать, со сдвигом напихать. Понимаете? То есть я возьму, выделю сразу нужное количество памяти. в x умножить на h, m на n. А адреса у меня, соответственно, нужно, ну, рядышком нужно еще создать такие массив указателей, как мета-структуру, как оглавление, можно сказать. И в этом оглавлении ссылочками проставлено, что первая адрес первой строки тут, адрес второй тут, адрес третий тут, адрес четвертой тут, адрес пятый тут. От цикла я не избавляюсь, но вызов new у меня один. Ну, на самом деле, два, потому что под оглавлением массив указателей мне тоже придется отдельным new запрашивать. Но ничего страшного, он разберется. И что я теперь сделаю? Посмотрите, это был вариант с... Сейчас я уже в последние минутки, я только показываю, как работает, наверное, массив с вот этим видом динамического выделения. лек-экс-6, да, цпп. Все, супер. Значит, смотрите, в этом случае я делаю следующее. Я показываю только деление освобождения. Во-первых, освобождение становится у меня вот такое вот. Я освобожу дэлит а нулевой. Дэлит а нулевой. Ой, слушайте, в прошлом примере была ошибка. Я понял, в чем была проблема. Надо было с квадратными скобками его закрывать. У меня много, к сожалению, ошибок что-то вылезает в процессе. В предыдущем примере требовалось вот здесь вот делить, делать с квадратными скобками. Может, из-за этого он у меня и не нормальный бы работает. Все, закрыл. Значит, теперь смотрите, я делаю как? Один дэлит а нулевой. Почему? А потому что а нулевой это будет адрес, собственно, начало всего этого блока. Понятно? Все, как бы, мега-строки, содержащие все содержимое двумерного массива. А потом, собственно, удаление вот этого вот содержания, которое содержит адреса на то или иное место этого мега-блока. Да? То есть двумя адресами, а не циклом адресов. Ну и нью. Что я делаю? Сейчас я вот этот нью оттуда вытащу и положу вот сюда. Смотрите, я скажу так. А нулевой равно нью-дабл от вид умножить на хейт. Да? То есть я сразу делаю один нью на много элементов. А вот здесь что я сделаю? Я скажу, акаты это, собственно, а нулевой адрес. А нулевой это адрес, да? Но этот адрес я смещаю на что? На k умножить на ширину. Да? То есть у меня k-тая строка, она со смещением k от нулевой позиции. Да? k ширин умножить на size of int, но это не надо писать. Это автоматически всегда. Количество байтов в самом элементе, он автоматом прибавляет в адресной арифметике. Классно? То есть я тупо создал содержание к этому двумерному массиву, к одному фактически, да? Чтобы быстро находить нужную строчку. И двойное разименование позволит очень быстро. Раз, раз, все. И у меня сейчас, естественно, все будет по-прежнему работать. Хотя я сделал всего лишь двумя нью. Один под содержимое, другой под содержание. И все работает. Вот для динамических двумерных массивов очень просто и красиво выглядит передача, собственно, функцию. И они обойдут переменные. И использование его тоже по-прежнему красивое. И такой вид массива, который реально при этом еще и одномерный, удобен для передачи по сети, например. То есть когда нам нужно им работать как с линейным, пожалуйста, тоже можно. Так, ну на этом мы сегодня, сейчас одну секундочку я взгляну, на содержание планированное сегодня. Двумерные массивы указателей, динамические двумерные передачи массивов. Но я не успел, только односвязанный список. Односвязанный список не успел. Ну его вам я еще расскажу. В следующий раз будут строки. На сегодняшний вид, спасибо большое. Аплодисменты.